Вы приняли человека, начали его уважать. С момента, когда вы с ним правильно себя ведете, уважение означает понять, как себя вести с человеком, чтобы энергию любви не расплескать. Это игривый стиль, это мужчине нежно-ласково, женщине уважительно. И вот в этом ключе действовать постоянно. Придет время, и близкий человек, он перестанет бояться вас, потому что люди боятся проявлять любовь, потому что они всегда чувствуют рану от этого. Близкий человек перестанет вас бояться, женщина начнет обнимать, мужчина начнет раскрывать свое сердце перед вами и так далее. То есть начнется процесс погружения в отношения. Отношения становятся более близкими, и в этот момент, когда вы уважаете друг друга, наступает момент, когда вы начинаете чувствовать реально друг друга очень глубоко. С этого момента начинается следующий этап любви, вот и здесь уже начинает чувствоваться настоящая любовь. Уже на моменте, на этапе вот этих вот уважения, люди чувствуют сильную благодарность за то, что такой человек рядом со мной есть. Благодарность возникает сильно. Но на этапе дальше, более глубоком, возникает очень глубокое чувство, и это чувство бесконечное. То есть веды говорят, что такие люди способны и в следующей жизни быть вместе. То есть это вот само чувство, оно оставляет людей рядом. Представляете, это чувство называется верность. То есть есть два вида верности. Одна это как аскеза, вот допустим, человека, не брошу близкого человека. А второе чувство, это чувство идет из ощущения чистоты, которая исходит от близкого человека. То есть это третья стадия любви, не влюбленности, а любви, которая приносит в сердце чувство чистоты и счастья в отношениях с этим человеком. Вот это и есть настоящая любовь. Вот теперь смотрите, не ощущение, что меня гладит и мне кайф, понимаете, не ощущение, что я могу вот, и тебя люблю, там, с тобой мне хочется. Это влюбленность, это идет от Бога. Это кончится, это подарок Бога. А вот любовь настоящая, это чистое, очень глубокое чувство, что спасибо Господи, что мы вместе, я так счастлив, что у меня есть этот человек, или счастлив, что у меня есть этот человек. Мы не бросим друг друга там и так далее, понимаете, вот это и есть любовь. И она, как результат, дает также и эти ощущения, что мне приятно, что он потрагивается до меня и так далее. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Что надо от любовь заслужить, она не приходит за пять минут. И поэтому психологи установили, что в отношениях у людей есть вот эта буква В. Сначала влюбленность идет вверх, потом дальше отношения идут вниз долго. Ну, то есть, все зашоривается, стирается, как бы становится обыденным. И потом, вот после этого кризиса внизу, или вы бросаете друг друга, или решаете, что я буду жить для этого человека, и принимаете его, а дальше начинается любовь уже. И потом в старости она чуть-чуть послабее становится, чуть-чуть всего. Потому что чувство становится слабее с возраста. Все. Вот это то, для чего человек живет. Ну, в отношениях имеется. Теперь, почему люди бросают? Потому что у человека есть природное вот это чувство, что ему нужна любовь. Любовь нужна всем. Но человек воспринимает любовь за влюбленность, и поэтому он ищет влюбленности, когда она кончилась, вот здесь внизу буквы В, человек начинает искать. Причем всегда в отношениях есть два человека. И у одного человека, и у другого есть только один вектор в этих отношениях. Он устанавливается позже, не в начале отношений. Вектор такой. Один человек отдает любовь. Что это значит? Это значит, что он ведет себя лучше в отношениях. Или он сильнее, как личность. Или он просто, ну, как бы так по природе. А второй человек принимает любовь. Вот тот, кто принимает, он любит. А тот, кто отдает, он уважает. Вот смотрите, вот если рядом со мной хороший человек, я его не сильно люблю, но он сам по себе хороший человек, я с ним живу, потому что он хороший. А этот человек со мной живет, потому что он меня любит. Понимаете, вот это то, что происходит в отношениях. И вот тот человек, который считает, что этот человек хороший, он в отношениях начинает гордиться собой и наглеть. А вот этот человек, который любит, он унижается в отношениях. То есть в отношениях что происходит? Вот это вот движение. Вот в этом движении тот, кто униженный, он перестает быть красивым. Что мужчина, что женщина. Человек унижается в отношениях, он любит, но сам перестает быть красивым. А тот, кто дает любовь, он становится гордым. И в какой-то момент вот эта вот ниточка рвется. То есть униженного человека невозможно любить, и гордого тоже. Но понимаете, гордый человек, он недоступный, и поэтому кажется, что я хочу его любить, но я типа не могу. И вот этот обычно, вот этот гордый обычно бросает, уходит из семьи, потому что он считает этого человека недостойным себя. Но иногда бросает униженный. И он тогда считает, что с этим человеком просто невозможно жить. Вот когда униженный бросает, он продолжает любить и уходит из злости. А гордый уходит из холода в сердце. Понимаете, когда гордый уходит, вернуть его очень сложно. Когда униженный уходит, вернуть можно. Теперь что делать? Чаще всего, чаще всего, если семья живет недолго, то бросает женщина. Если семья живет долго вместе, то бросает мужчина. Почему так происходит? Когда идут привыкания к отношениям, женщина часто не выдерживает характера мужчины и просто сваливает. Если женщина выдержала характер мужчины, то дальше мужчина начинает постепенно пользоваться отношениями, гордиться собой. И со временем, если люди не работают над собой, не развиваются в отношениях, то между ними влюбленность заканчивается. И мужчина, если у него вот эта концепция, что нужно наслаждаться женщиной, он ищет себе помоложе, покрасивее и находит себе какую-нибудь девчоночку, которая ему будет что делать? Выносить мозг. Почему? Потому что он влюбился в нее, а она начинает в результате... Она моложе, у нее больше силы. Понимаете? То есть она отдает любовь, он любит. В результате она начинает гордиться собой, и что дальше будет? Она его бросает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова